Это уже тема не из жизни земной. Ближе к звездам экспедиция готовится к отправке на МКС. Космодром Байконур старт будет уже в 11.05 по московскому времени. Через 9,5 минут после запуска корабль «Союз МС-02» должен выйти уже на околоземную орбиту, взять в курс на МКС. Автономный полет продлится двое суток, а не шесть часов, как это происходит обычно. Связано это с необходимостью проверить системы корабля новой серии. Стыковка «Союз МС-02» с МКС запланирована на 21 октября. Корабль должен был отправиться раньше. Мы помним, на 23 сентября был запланирован этот старт. Но вот специалисты на космодроме выявили неисправность кабеля в системе управления спускаемого аппарата. Старт пришлось перенести. Кто же будет в составе экипажа «Союза»? Это три человека, командир корабля, 42-летний российский космонавт Сергей Рыжиков. Он впервые отправится к звездам. У бортинженера Андрея Борисенко за плечами уже есть один полет. Провел в космосе он 5 месяцев в 2011. Ну а второй бортинженер корабля, американский астронавт Роберт Шейн Кимбролл, совершил один 15-суточный космический полет. Был это на Шаттле в 2008-м. И за это время он дважды выходил в открытый космос. Проведет экипаж в космосе около полугода. Не менее 50 экспериментов за это время планируется провести. И позывным космонавтам выбрали слово «Фавор» в честь одноименной горы на Святой Земле. На эмблеме экипажа изображена эта же гора. И вот в качестве талисмана с собой в космос они взяли модель разрабатываемого в России нового пилотируемого корабля Федерации. На борт МКС также доставят частицу мощей преподобного Серафима Саровского. И уже по возвращении на Землю ее передадут в храм в честь преображения Господня. Он находится в звездном городке. Ну а сейчас мы можем посмотреть, как готовиться к старту в эти минуты на Байконуре. Корабль «Союз» уже, мы видим, готов на стартовой позиции. Но вот менее часа остается до того момента, как отправится он к звездам. Кстати, в прямом эфире сможем наблюдать за этим событием. Поэтому не пропустите тот момент, когда Союз покинет Землю.